приветствую всех на своем канале сегодня появила вас появилась возможность подробно показать вам как из пенька вырастить орхидейку у меня была такая ситуация что я уже выросла тело с этого с этой орхидейки детку а теперь еще одну можно вырастить виде к корневая хорошая осталась в конце видео я посажу эту орхидейку покажу в какую систему а вот этот пенек который я отрезала от своей орхидейки я считаю что с него тоже можно вырастить детку посмотрите какой он дряхлый никому не нужный пенек но вот этот кончик стволик он немного зелененький эти из него есть возможность вырастить детку и мы сейчас с вами на моем канале это испытаем я покажу как я выращиваю какие детки у меня вырастают вот я посадила было пенечек ждут него тоже детку это как кода такая орхидеечка он дряхлый на вид невзрачный корней вот видите немного есть корни но не знаю не знаю с этого может и не получится здесь нет ник ничего зелененького ведь и сухой на этот корешок посмотрим не выбросить его жалко что не успел выбросить и успел выбрать мне пока не мешать и немножко мягковатый но пускай стоит я его откладываем это где-то я вырастила тоже спинка видите посадила ее в такую систему нюху корни хорошие на росли с такого же дряхлого пенька вот такая у меня система это пеностекло керамзит и кора еще можно сверху мог прикрыть но пока корни только адаптируется и недавно пересадила пускай она порастет без буха и так приступим к нашему пенечку для того чтобы посадить этот пенок я взяла вот такой стаканчик без дырочек и в него будем сажать этот пеночек на дно стаканчика как вот в этой системе поставим пеностекло один слой так слой пальца затем керамзит и кору и за начинаем приступаем посадки моего пенька этот свой пенек я отделила вот это это орхидейки от орхидейка ход кис я один раз не уже вырастила детку мне показалось что старый пенек немножко длинноватый я сегодня решила еще вот так отделила еще кусочек этот кусочек отрезала здесь буквально даже нет корней нормально ну чуть-чуть сухой сейчас я его временно поставлю в водичку баночка с водичками у нас стоит я ход кис поставила корни позеленели это верхушечка от того пенечка смотрите как хорошо позеленели корни вот и подписала веке чтобы не забыть это беглиб с очень крупным цветком замечательным в конце видео поставлю картинку фотографию вот я взяла пеностекло у меня здесь есть кора берем нашу импровизированный горшочек на дно выкладываем пеностекло это было использованное пеностекло я сажала в посадке между посадка то не очень понравилось я его не выбросила просто убрала в сторону может быть данному сорту орхидеки не понравилось пеностекло не знаю как оно получилось будем сажать другие орхидеки теперь я возьму вот керамзит на дно поставим керамзит я ставлю для того чтобы нижний слой постоянно был в воде керамзит тоже будет мокнуть я беру крупный керамзит и будет подниматься влада кверху корень померяем осмотрите чуть-чуть позеленел корешочек это очень хорошо и вот позеленел от водички здорово так мы вставим его таким образом этот наверно получится вставить пенок попробую и сверху я присыплю король так ставила все получилось пенечек желательно чтобы сверху выше уровня горшочка у меня здесь керамзит мелкий и кора смешан стекло я ложить не буду я откладываю в сторону вот и досыпала в эту в этот пенечек коры сверху и выложила мох и сейчас я вам покажу как я буду поливать смотрите на сам пенечек я поливать не буду я по краюшку горшка это я взяла отстоянную воду вода у меня с фильтра поливаю до такого уровня чтоб покрыла пеностекло и немножечко керамзита вот смотрите сейчас керамзит постоит немного напитается и сверху тоже будет влага уже доставать вот влажный выше выше и этой орхидеечки вот кончик кончик корня ведь он позеленел и она будет доставать влаги и я считаю что с этого пенька есть результат вырастить хорошую детку сегодня 25 июля посмотрим через сколько вырастет детка через месяц я думаю точно потому что прошлую детку я вырастила из такого же пенька но было немножко больше корней было три корешка на таких зелененьких через месяц вышла детка как только появится какая-то детка я вам сразу же все покажу и в этот пенечек я сейчас тоже добавлю немножко мха у меня есть еще мог вот видите и так как он сухой он стоит у меня тоже давно уже этот пенечек это орхидейка что-то не сильно быстро хочет пускать не детку она стоит еще с 25 мая наверное зависит от корневой системы вот видите какие кусочки мха я положила и и это немножечко положу так же как мох у меня есть вблизи к шейке я ложить мох не буду только по краю это для того чтобы не испарялась влага чтобы дольше держалась влага в горшочке я тоже эту орхидеечку деточку поливала по краю горшочков серединку чтобы не попасть потому что ну начнется загнивание зачем нам эти проблемы смотреть это орхидеечка посажена таким способом деточкой я ставлю на полочку вот у меня полочка здесь деточки у меня это где это у меня растет перлите смотрите какие она пускает корешочки это тоже был эксперимент никогда я раньше не выращивала в перлите и решила попробовать видите какой корешочек она пускает я вот и вот смотрите уже аж горшок отодвинул перлите очень хорошо наращивать корешочки листик и листик молодой какой красивый пустила видите замечательный листик этот был поврежденный я срезала у него были пупырышки у меня есть видео и я приняла решение его срезать и правильно сделала ведь не подвергла орхидею никаких болезней с ней все хорошо замечательно она засушила листики на кончиках не желтеет ничего а этот по видимому уже старый листик и он начал желтеть так как начали появляться корешочки но я обрезать его не буду он очень плотный мощные такие листья это черная орхидейка похоже знаете на что на каменную розу только она еще чернее как бабочка как пилорик я вам оставлю фотографию тоже в видео и вот так мои пенечки будут стоять здесь на полочке вместе с этой реанимашкой которая растет в перлите а сейчас вам покажу как я посажу свою орхидею которая осталась на пенек мы посадили а она осталась верхушечка дна орхидейка худки смотрите взяла горшочек я его помыла он с дырочками здесь дырочки и по бокам дырочки на дно горшочка я ставлю пеностекло небольшой слой так орхидейка у меня не сильно больших пор не имеет как раз ей подойдет вот такой слой пеностекла и помещаю свою прекрасную орхидейку а сверху я хочу ее засыпать просто керамзитом без коры керамзитом и прикрою верхником этот корешок я опускать не буду вниз если он ну пусть так будет он привык к верху расти пускай растет сейчас я чуточку опущу ниже вам показывать ближе чтобы вот я продолжаю засыпать одной рукой буду придерживать орхидейку а второй засыпать керамзит чтобы она более-менее ровненько у меня сидела в горшочке керамзит очень хорошо мои орхидеи растут сейчас я вам покажу примеры когда засыплю свою эту красавицу вот так я засыпала свою орхидеечку у меня осталось немножко коры я наверное сверху вот так насыплю коры от пенечка и уложу вверх мхом все-таки мои орхидеи любят кору не все правда ну да да сейчас я возьму мох немножечко вот так по краю горшочка уложу влажный мох я его помыла и отжала на шеечку нельзя ложить вот сюда так как может пойти загнивание от очень большой влажности и пойдут всякие болезни нет его не нужно и вам надеюсь тоже вот это была посадочка у меня а как я ее буду поливать я вот возьму кашпо второе налью в него воды так как я обрезала пенечек я сверху поливать не буду я просто на дно кашпо налила воды и погрузила на уровне пена стекла все а сверху поливать не буду вот так моя орхидейка будет стоять завтра и протру листочки то не вот пыльненькие стали не окно открытое и очень много с улицы летит пыли как в частном доме как у каждого человека частном доме и вот ставлю что это ход кис а завтра подпишу тот пенечек что ход кис просто я сегодня не подготовила ничего и все вот такая была у меня посадочка на сегодняшний день а вот я вам хочу показать это орхидейка мукола она посажена у меня тоже керамзит и сверху немного мха вот видите керамзит полностью и она очень хорошо себя чувствует продолжает цвести наращивает корешочки вот уже отцвели два цветоноса нацвела у меня в три цветоноса вот правда начала отсушивать листочек а ну-ка но он просто самый молоденький ничего страшного что она его отсушила вот эти корешочки есть наращивать то есть этой орхидейке все нравится у нее такие пятнистые листочки красиво это природник мукола эти какие нежные миленькие цветочки но очень приятно на них смотреть когда их много это мультифлорка они очень сочетаются красиво а здесь у меня орхидейка поттер посмотрите она у меня в коре растет а здесь керамзит на дне посмотрите какая она выросла и вот она зацвела смотрите какая прелесть такое каскадное цветение сколько цветочков все посчитаем 247 цветочек видите какая корни какие воздушные она пустила длины уже выпадает с горшочка я ее пересаживать не буду пускай себе растет и цветет и вот скорее ведь у меня растет ой в этом извините керамзите двойной горшок с автополин вам на фитиле сверху мох но ведь и как раз цвела красавица желтая с малиновой губой очень красивая орхидеечка сейчас я уберу подсветку а не видно желтый цвет он такая сочная засвещение не очень хороший и вот такая вот прелестная розовая нежняшка тоже нам на растет керамзите но здесь я просто ее вынула из горшочка поставила в кашпо чуть-чуть керамзита и сверху мог все поливаю по краюшку горшка чуть-чуть внизу вода остается сейчас он даже покажу так как подсохли корешочки можно полить вот так в баночке по краюшку горшка вот до такого уровня вода стечет вся и недостаточно корешочки напьются и посмотрите какое красивое цветение замечательно воды орхидейки бихлип спасибо всем за внимание оставайтесь на моем канале до свидания всего вам доброго